Реабилитация с помощью лошадей по-другому ипотерапия с каждым годом становится популярней. К пользе адаптивной езды еще недавно скептически относилась руководитель некоммерческой организации «Грация спорта» Екатерина Ковальцова. Но все изменил один случай. Однажды знакомые привезли просто дочку покатать у них, у дочки раз, это аутизм. И у нас как-то получилось, что вот она пока на лошади каталась, она начала отвечать мне на вопросы. Хотя до этого была вот как-то в своем мире и никак не реагировала ни на вопросы, ни на просьбы. А тут вот получилось, что она пока сидит на лошади, она со мной общается. Родители тоже очень удивились, до сих пор приезжают, занимаются, конечно. Подумала, что, наверное, все-таки есть какой-то смысл попробовать этим заняться. Теперь за плечами Екатерины и инструкторов конного клуба обучение ипотерапии в реабилитационном семейном центре в Ленинградской области и несколько выигранных грантов, в рамках которых и проводится адаптивная верховая езда. Многие рано или поздно начинают заниматься ипотерапией, поэтому это очень важно и для здоровья людей, которые в этом нуждаются. Очень хорошо, что, например, на данном примере Екатерина Ковальцова, руководитель Аноаграция спорта, она сама спортсмен и только недавно вовлеклась в направление ипотерапии, считает его сегодня для себя одним из приоритетных. Ну а мы, в свою очередь, конечно же, будем помогать ей, привлекать гранты на развитие данного направления. Недавно в конном клубе завершился проект от одной крупной нефтяной компании. По нему занимались 20 особенных детей. А в рамках гранта Минэкономразвития лечатся лошадками еще 15. К слову, финансовую поддержку в благом деле может получить каждый. Очень важно, что по линии сторонников Единой России конкурс «Сила и идеи» действительно выявляет граждан, которые сегодня способствуют развитию нашего общества. Да, это гражданская инициатива. И вот именно их энтузиазм, их понимание значимости проектов, которые они реализуют, это способствует как раз нашему единению. На конкурсе «Единая Россия. Сила и идеи» от республики подано уже 59 заявок. Среди них – создание школы социального проектирования, проведение детской КВН-лиги и даже караоке для пожилых людей.